Тимофей, я знаю, что ты хотел бы нам рассказать про децентрализованную биржу и, как можно сказать, пенсионерного рынка, который не испугался с этой биржей. Сейчас мы, коллеги, пройдемся по крипто-рынку, так плотно нас поделится со своим коллегой Тимофей, потом Антон Кравченко, который является CEO новой биржей, которая уходит на рынок с Кеннексей. А потом все-таки мы поговорим прекрасно с Алексеем Архивовным, который делает социальный проект и про социальное инвестирование, то есть самое интересное оставим на поток. А сейчас о нашей суровой биржей жизни. Очень спасибо, Ольга Тимофей, рад. Значит, хочу задать вам всем вопрос. Как вы считаете, что такое инвестиция? Вот, на мой прожженный, так скажем, циничный взгляд на крипто-рыны, это неудавшаяся спекуляция. И мы здесь собрались, если быть честными, для того, чтобы зарабатывать деньги, а не декомендировать блокчейн в какие-то там реальные, в кавычках, активы, которые на самом деле никому не интересны. Нам всем интересны финансовые активы, которыми мы можем реально распоряжаться. Так вот, и зададите тебе дальше вопрос. Вот ваши ли биткоины, которые лежат на бирже? Вот скажите, пожалуйста, кто-нибудь торгует на криптовалютной бирже или отдал управление каким-то трейдером свои биткоины и другие особи? Можно немножко, хотя бы, внимание, да, там? То есть есть люди, у которых я имею в виду, а, они все не хотят признаваться. Окей. Так, вот у вас есть биткоины на битфайне все. Вот, как вы думаете, они ваши или нет? Нет. Так вот, я вам правильно, правильно, как? Нет, они не ваши. Вот, недавно прислали скриншот, на 500 тысяч долларов человек пытается вывести своих активов с битфайнкса, и ему говорят о происхождении средств. Вы только не слышали о происхождении биткоина, чтобы задали такой вопрос. То есть теперь у нас есть чистые и грязные биткоины. У нас есть ваши и не ваши криптоактивы. И, как сейчас начинается в банковской сфере, да, всех можно будет поднять, узнать по EYC, вашей фамилии, имя, отчество и наличие и отсутствие криптоактивов, полученную прибыль и получить недовыданные налоги или что-либо еще. Это уже личное дело в каждом, только по битфиксы и налоговой и так далее находятся. Следующий вопрос. Знаете ли вы, что такое дизер в доллар? Знаете? Отлично. Вы, наверное, слышали, да, читали статьи, где написано, что он не особо обеспечен реальными активами, точнее, аудит, дизер, до сих пор не приведет. У меня недавно была конференция с Долиной, там есть наш коллега, вот близкий, который, кажется, он сайдер, да, он сказал, что если Септ задал вопрос, да, это как вольтерьер, они вцепятся и не отпустят. Дизер в доллар это то, что сейчас вот провалило вот там наши все активы в крипке, да, то есть выпускается. Бесконечное количество, ничем не обеспечено, сколько дизера в доллара, на них скупались уже ограниченные, лимитированные криптоактивы в виде биткоина, например. Поэтому, если дизер в доллар будет подвергнут, например, аудиторские промерки и будет закрыт, то мы, а так же, биржа, ведь память и еще несколько крупных бирж, которые их принимают, мы находимся всех в плане риска, что наши активы вдруг станут менее ликвидны, и мы будем иметь фактически меньше денег. Вот, я думаю, это реально тема для разговора, но абстракции у нас, в принципе, не знаю, что они были ничего. Так вот, если мы про это говорим дальше, то, что я хотел как раз рассказать, это децентрализованные биржи, или как их едят, да, то есть многие не разобрались еще там, как блокчейн-экозы вести, а кто-то разобрался в централизованные биржи, но вот следующий этап уже такой киковский или нердовский, да, такой программистский, да, это умение торговать на децентрализованные биржи. Вот все знают, наверное, Сатоши Накамото, да, вот такой кирпичный, да, отлично, да, кто-то, например, я уже через одну руку пожарю, значит, вот, и вот, есть еще интересный гений, гений блокчейна, да, который надо знать по имену, это Дэниел Ларинен, это человек, который придумал BitShares, Голос, Steam и разработал токен и проект EOS. Значит, BitShares это еще в 13-м году появившаяся платформа, где на блокчейн перешел не только валютный эквивалент к биткоинам, да, скажем, криптовалютный актив, а сами сделки. То есть BitShares это первая и, наверное, реально единственная работающая децентрализованная биржа. Что это в контексте первые части этого спича? Это то, что ваши активы не могут быть забраны. Нельзя закрыть сайт BitShares, как нельзя закрыть Биткоин. Вы можете выйти через кучу гейтеров, а также есть там мастер-ноды, подписанты, которые гарантируют, что сделки, да, вы поменялись там Bit-активами, BitFore на BitEfier или BitDollar, вы можете зафиксировать свой предмет, вы можете сбросить, так скажем, какие-то активы мгновенно, да, и это не требует централизованной биржи. То есть CEC не может прийти и сказать, и у BitFinex, например, может спросить, да, его сервера и сказать, «Все как на BTC, вы хоть те же руки и на BTC, да?» Тоже, опять руки не хотят предпринимать. Слишком, да, да, все хватит. Так, окей, я прошу за откровенность, да, прощение, но как бы интересно говорить о том, что реально актуально, а не какой-то там абстракции, да? Вот очень многие потеряли миллионы долларов, я там совсем не могу потеряться, потому что мы не держали там деньги. Но те, кто потерял, отлично помнят. Вот если представим, что будет с крипторынком, если там уловкается BitFinex, это больше сложно, например. Представить это MP-бокс в квадрате, да, то есть, если вы не держите свои активы на полотах, кошельках или на децентрализованной бирже, вы подвергаетесь и риску, что централизованный кейт, там, скажем, биржей и так далее, в которой вы держите и приходите сделки с инактивой, закроется. То есть мы находимся в рабстве, государстве, и непонятно смысл децентрализованных валют, таких как BitFore или всех остальных, находящихся на централизованной бирже. То есть, фактически тогда нет ни анонимности, ни секьюрности, ни приватности. И мы все подвергаем себе риску, вы обограны государственной машиной, которая в какой-то момент посчитает, что это там, неуплатенные налоги, или там, в Гонконге решит предъявить налоговую децентрализованную бирже. Поэтому изучайте новые направления, обратите свое внимание на биржу BitShares и на его гейты, такие как Rudex и другие. И если вы держите деньги на BitFive и других бирже, будьте очень осторожны. В любой момент может произойти какое-то событие, которое придет, как его закрыт. Меня лично предупредили, я просто такой, сайт для людей. Так вот, что еще хотелось сказать? Что все мы понимаем, вот насчет дегенизации, дегенизации, все мы понимаем, что здесь люди собрались ради иксов. На чем на самом деле они делаются? Они делаются на ожидании. Например, возьмем пример с тотком. Вот здесь такая история с тотком. Бал, и потом тотком остался. Мы все сейчас пользуемся тем же самым куклом, тем же самым Амазоном, Эплом и так далее. Все они разрывались в эпоху и в эпоху. Но кто-то из них выжил и сделал тысячи икс. Вот примерно то же самое, ждет перед рынком выделиться. Лидеры, их будет из тысяч десять. Поэтому вам надо угадать из ста одних, которые останутся жить и сделают правду, сделают и на самом деле создатую к системе, которая нужна. Вот, например, сейчас происходит конкуренция экосистем. Вот, например, Эфио, Бейс, Бейшерс, еще куча-куча таких же проектов, где уже там, в том, что у нас там бьешься, да, которые создают экосистемы, а, кик, и сего, в чем нам другие? Которые создают такие платформы для токенизации. Каждый твердит, что вот они лучше. Так вот, выживет одна-две. И рынок делится с влевой, да, на то, что семьдесят, там, семьдесят пять процентов лидер, двадцать, триднадцать процентов второй игрок, и остаток делится на всех. То есть, как сейчас там, удерживается ли эфириум, например, лидеров платформы для токенизации, это вопрос. Вот. Я, например, вот упомянул Дэниела Ларрига, да, с которым у меня там, вообще, переписка идет, очень умный чувак, интересный, вообще, как бы, мыслитель, да, критер, анархист, анархист. Вот. Вот, в общем, он, наверное, это, вы не определились, сходные, анархии, анархии, я предлагаю, наверное, здесь, это, нах, блокчейне, провести верификацию, вот, то есть, он, как раз, децентрализованная актива, он создал битшерс, и он, сейчас, охотчик, геоса. Геос, например, это ICO, вот, люди там говорят, вот, на ICO, какие-то токены, вот, я заработал на 3x, а, сейчас, 12 раз, вот, изначально, то есть, яос, это очень интересный проект, я очень рекомендую обратиться, на него внимание, это миллион транзакций, в чип, мы, не способны пропускать, то есть, децентрализованная биржа, написанная на яосе, а дешевость перекочуя туда, это реальная возможность полностью заменить, вот, этого, посредника, в виде централизованной биржи, которая все время там подтверждает наличие там сделки, активы и так далее, которые находятся в риске, то есть, надо продолжать ту же мысль, в которой мы все нас здесь собрались, это, там, децентрализация, да, блокчейн, как метод, это ее реализация, но, в большем масштабе, то есть, уйти в экстрализованную биржу, уйти от гейтов, и, на самом деле, надо думать о том, как вообще, от Fiat, в принципе, отказываться, да, то есть, на самом деле, мы можем обмениваться, чем условно, с помощью, тех же самых, кристоактивов, да, нам, посредники, в виде банков, вообще, мы не нужны, это мечта, вот, таких вот, криптоанархистов, мыслителей, да, и рано не можно, нам оплатиться, да, вопрос, когда дозрит рынок, поэтому, еще раз, изучайте темы, Дэниэл Ларимен, Гевус, децентрализованные биржи, и всем хороших профитов, заработка, и безопасности, всем спасибо. Спасибо, спасибо, Дима Теевна, приятно, прям, визионер настоящий.